Особое мнение на 101FM 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 тем ситуацией, что происходит с крупными сельхозпроизводителями техники. Вот, это история, которую мы в нашем эфире еще не поднимали, про довольственную безопасность, то есть мы говорили уже про цены, мы говорили про кредиты, мы говорили про ипотеку, про строительство, но вот про то, что будет с продуктами и как будут работать наши сельхозпроизводители, вот об этом мы будем говорить сегодня с Татьяной Леонидовной. Ну давайте тогда просто вот на примере, что называется, на вашем примере, поговорим, насколько велика на наших сельхозпредприятиях, не обязательно там именно вот группы Кировского молочного комбината, доля импортного оборудования и вообще чего-то импортного, что мы сейчас не получим или там под вопросом получим ли. Ну я думаю, что мы, чтобы было понятно, да, радиослушателям разделим эти вопросы, что на сельхозпредприятиях есть стадо, да, то есть которое необходимо кормить, которое необходимо лечить, следить за его здоровьем для того, чтобы они давали качественное молоко. Но чтобы накормить коров, необходима техника, то есть сельхозтехника, то есть мы возделываем поля, мы выращиваем пшеницу, ячмень, мы выращиваем кукурузу, мы выращиваем зелёные травы для того, чтобы сделать силос для кормления коров, то есть это основной корм. Поэтому это, так скажем, такой второй пласт работы. И следующий момент – это молочное оборудование, которое необходимо уже для производства, для доения коров. Ну и вот здесь как раз по порядку. Первый момент – по кормлению коров, то есть мы можем сказать, что санкции повлияют только в рамках повышения цен на закупные корма, то есть, например, кормовые добавки, премиксы и так далее. Но Вятушка Агра, у неё есть ещё подразделение производства комбикормов для коров. И мы как раз используем только российские ингредиенты, то есть даже премиксы мы используем отечественного производства. Там есть ряд витаминов, минеральных веществ, но они поставляются в нашу страну из Китая. Поэтому мы всё-таки здесь говорим, что наш бизнес, то есть наши сельхозтоваропроизводители защищены. То есть всё-таки жмыхи, широта, зерновые культуры мы сами выращиваем, силос, то есть мы сами готовим для кормления коров. И это назовём безопасно, если не брать во внимание рост цен. То есть цены действительно выросли. Но они выросли, потому что рост евро-доллара, то есть мы переживали уже это в 2008, 2014, 2018 году. Как хотелось бы не переживать, чтобы стабильность была. Поэтому производители, бизнесмены, то есть они уже очень быстро сориентировались, то есть уже ничего не выжидая, буквально с прошлого понедельника цены выросли. То есть сейчас мы понимаем, что в нашей стране, в принципе, всё, что вырастает, дальше оно не снижается. Но, по крайней мере, мы говорим, что нет риска, что что-то не будет поставлено. Второй момент, которому мне бы хотелось уделить больше внимания, конечно, сейчас на дворе март месяц, и все сельхозпредприятия полностью настраивают свои ресурсы для того, чтобы подготовиться к пассивной. От того, как произойдёт пассивная, как сложатся погодные условия, зависит как раз безопасность нашего района Кировской области, зависит и безопасность Российской Федерации. И по тому, что происходило последние годы, я могу успокоить наших граждан в рамках того, что, ну, наверное, с какой-то долей вероятности голод нам не грозит, потому что на протяжении трёх последних лет Россия является импортером пшеницы, основным импортером, наряду с Францией, наряду с Соединёнными Штатами Америки. Наша пшеница... То есть мы её продаём? Да, мы её продаём за границу. Ну, и поэтому мы её выращиваем в том количестве, чтобы всё-таки накормить наше население. Это первый момент. Когда мы говорим... То есть без хлеба мы не останемся? Если не форс-мажор какой-то, не урожай, там ещё что-то, без хлеба мы не останемся? Это ключевое. Но так как даже погодные условия, несмотря на то, что Кировская область – это регион рискованного земледелия, мы всё-таки понимаем, что не урожай во Франции – это немножко другое, что такое не урожай в Российской Федерации. Почему? Потому что мы находимся в разных природных поясах, да, и у нас может на юге всё высохнуть, но спасает, допустим, уральская часть, да, то есть центральная, да, там, чернозуями. Поэтому вот здесь перестаём переживать, да, то есть а раз будут зерновые, будут травы, мы сможем накормить коров, у нас будет и молоко, и молочная продукция. То есть это первый момент. Но сейчас возникли сложности в связи с санкциями, если мы вернёмся, как раз по импортной технике. То есть мы понимаем, что у нас, например, такие компании, как Эконива, Джундиры, Нью-Холланды, комбайны, да, то есть, конечно, сейчас идёт… Это всё европейские, да, производители? Да, да, да. То есть идёт опасение, что в какой-то момент могут прекратиться или быть сорваны поставки как самой техники, так и запасных частей. То есть она под санкции не попала, но, учитывая там сложности пересечения границ, доставки и всего остального… Да, да, транспортную логистику, то есть мы надеемся, что тоже транспортная логистика, ну да, она пройдёт, может быть, через Казахстан, да, то есть всё равно эти запчасти попадут к нам в страну, но так как посевная уже через месяц, а на юге Российской Федерации уже практически вот-вот начнётся, да, то есть сложности могут быть. Но в то же время у нас есть, и мы являемся дилевским центром комбайнового завода «Россильмаш», и, да, там… Ростов, например, да? Ростов, да, 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 Ростов-на-Дону, да, там тоже есть сложности с комплектующими, но всё равно импортозамещение не зря у нас с 2014 года проводилось, и только порядка там 30% комплектующих, ну, могут создать какую-то угрозу. Но на настоящий момент поставки техники вот уже практически ведутся, да, то есть следующий вопрос мы, я думаю, что коснёмся финансовых схем, да, то есть техника изготовлена, она ждёт, её ждут сельхозтоваропроизводители, и мы её уже везём. То есть она уже, получается, как бы в наших руках, да? Да, 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 то есть она у нас будет для того, чтобы мы могли собирать урожай, обрабатывать землю и выполнить вот ту задачу, вырастить ту продовольственную безопасность, да, которая нам сейчас очень нужна, потому что, ну, всё-таки население, там, несмотря на порошки, шоколады и так далее, то есть всё равно самое худшее, если случится голод. Ну, до этого-то очень надеемся, что не дойдёт всё-таки, да? Я, ну, я даже больше, чем уверена, что не дойдёт, потому что всё-таки сельское хозяйство за последние годы, ну, очень продвинулось в этом отношении. И благодаря поддержке и агропромышленного комплекса, и на уровне федеральных программ, и на уровне областных программ, вот перевооружение, ну, вот я скажу, за свои предприятия, вот в группе предприятий Кировского молочного комбината мы ежегодно покупаем новую технику, да, то есть ежегодно новые комбайны, новые трактора, то есть тем самым проводя перевооружение, и это даёт нам надежду серьёзную, что мы выполним все эти работы в срок. А часто ломается вообще, если вот мы про технику говорим, часто ломается, часто нуждается, не знаю, там, в ремонтах каких-то, в запчастях новых? Ну, вы знаете, как любая машина, то есть все владельцы автомобилей, да, могут сказать, у кого-то ломается, а у меня не ломается, и очень часто это не потому, что мне повезло или не повезло, да, то есть это зависит от того, проводите ли вы ТО, следите ли вы за этой техникой, как вы с ней обращаетесь. И вот, в частности, дилерский центр Россельмаш, то есть у нас есть очень строгий регламент, мы полностью обслуживаем и помогаем проводить гарантийные ремонты на технике, и если это всё делается в срок, то, ну, всё-таки техника показывает себя хорошо и служит долго, да. Ну, и тут же я скажу, что всё-таки с компанией Россельмаш, то есть есть зимний период, когда наполняется склад запчастей, то есть на настоящий момент мы готовы к сезону для того, чтобы обеспечивать ремонтные работы. А есть необходимость какая-то искать поставщиков, если мы говорим, например, не только о российском оборудовании, а об импортном оборудовании, где-то, допустим, не в Европе, да, а где-то, не знаю, в Азии, например? Ну, мы переживали... Почему вы в эту сторону думали или не думали? Ну, мы же переживали времена, когда у нас были китайские запчасти, поэтому я думаю, что, конечно, я всё равно, как представитель бизнеса, я за то, чтобы мы начали поднимать промышленность у себя здесь, в Российской Федерации, чтобы мы перестали быть зависимы настолько там, запад-восток, какая разница, то есть мы огромная страна, да, то есть у нас огромные мощности, и мы, ну, то есть обидно, что иногда мы не можем сделать запчасти. Да, вообще мощностей в России хватит на всех сельхозпроизводителей. Вот если сейчас, например, вот взять ситуацию, да, вот она понятна, что в острой фазе всё равно, вот, но, например, раз и надо всем. Всё равно же сразу не перестроить предприятие. То есть это такой процесс, который столько лет займёт. Конечно, год, всё равно год уйдёт на то, что мы будем, ну, то есть где-то искать транспортные пути, да, логистические пути, но мы сейчас-то говорим с точки зрения развития внутри Российской Федерации, но это проекты, это проекты, это программы, да, это то, что мы с 2014 года в очень многих сферах импортозамещения осталось на бумаге. Всё равно нам было выгоднее бизнесменам, да, то есть проще закупить. И мы не налаживали производство у нас внутри. И сейчас мы видим, что, оказывается, да, очень много товаров мы закупали. Ну, вообще, на самом деле, жизнь-то меняется вообще. Ну, если мы говорим там даже не про шоколад, а просто представить себе, какое количество магазинов сейчас закроется там в торговых центрах, да, то есть жизнь вообще как-то перевернулась, и хотелось бы, чтобы что-то в ней хотя бы стабильное осталось, хотя бы наше продовольствие, продукция наша. Да, я хотела спросить по поводу того, вот, ну, сейчас читаю там комментарии экспертов, вы говорите, продвинулось сельское хозяйство, но эксперты говорят, что и семенной фонд, да, вот если мы говорим про, как называется это, непосадочный материал, поселенный материал. Племенной, да. И племенной материал, да. И посадочный, да. Это ведь тоже всё импортная история, или есть у нас сейчас уже и семена свои, и производители свои, если мы говорим про стаду, например, да? Ну, по семенам я как раз могу тоже успокоить, что всё-таки в рамках посева пшеницы, ячменя, то есть у нас свои семенные предприятия, мы покупаем семена здесь, на территории Российской Федерации, да. И они производят, причём я вам скажу даже больше, что они производятся у нас внутри Кировской области, то есть они районированные, да, то есть есть вопросы, например, с гибридами кукурузы, да, но это больше проблема, вот, ну, наверное, южных, да, назовём регионов. С точки зрения племенного материала, то есть вот как раз семя, да, для животных, здесь ситуация менее радужная, да, по сравнению с семенами растений, действительно, мы в настоящий момент работаем на материале, которые всё-таки это Соединённые Штаты, да, производят, но в то же время у нас же на территории области есть такое предприятие, как Кировплем, которое занимается производством семени быков, ну, значит, будем работать с Кировплемом, то есть если закроют, то есть у нас есть куда пойти, то есть мы долгое время работали. Я просто думаю, что ведь это, ну, не просто так, например, там, да, в Соединённых Штатах закупается, то есть это какие-то, не хочется про живое существо говорить, но всё равно это какие-то технические характеристики, да, которые у той или иной породы есть, а вот там кировские условно и не кировские, с точки зрения, там, надоев и ещё чего-то, как скажешь? Ну, конечно, вообще то, что вот у нас, допустим, животные пострадают от использования, так скажем, другого семенного материала, то есть они станут, ну, возможно, менее продуктивные, да, но менее продуктивные всё-таки сейчас коровы доят там 8,5-10 тысяч тонн молока, одна корова в год, да, идёт на дой, но ниже там 7,5-8 мы всё равно доить не будем, потому что всё-таки уже генетический фонд наших животных, он всё-таки на очень высоком уровне, ну, и мы надеемся, видите, опять было проще закупить, потому что там технологии налажены, да, то есть это отдельное предприятие, которое выращивает таких быков и готовит этот материал. Ну, специально этим занимается, да, смысл какой? Да, 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 поэтому будем... Горазить огород. Да, будем делать здесь. А сейчас будем искать свои какие-то возможности, да. Понятно. Ну, вот, смотрите, если мы говорим всё-таки там о нашем, об импортном, то, что будет у нас здесь, это хорошо, то, что придётся всё-таки закупать, понятно, что закупается за валюту, но все видим, что происходит сейчас с рублём, не знаю, все, наверное, уже знают, слушатели о том, что запретили покупать в большом объёме валюту, то есть её нельзя снимать со счетов, и вы наличные доллары, сейчас только доллары остались в банках, тоже не купите, до сентября как минимум. Что вот в этом смысле сейчас? Ну, то есть нужны ли, наверное, бизнесу какие-то там, я не знаю, кредиты, ещё что-то, для того, чтобы как-то вырулить из этой истории? Да, ну, я бы тут как раз связала, так как у нас на прошлой неделе выросла ставка... Рефинансирования. Да, рефинансирование до 20%, конечно. В один день деньги стали очень дорогими. И сейчас больше как бы это всё взаимосвязано, и сейчас, конечно, основное переживание, да, и боль у нас идёт как раз так, как договора заключены, то есть нужно технику поставлять, да, то есть, а банки, пока мы ждём как раз решения, оно решение есть и объявлено правительством Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, что, ну, там порядка 300 миллиардов выделено, и это будут льготные кредиты под 5%, да, то есть раньше льготный кредит был там от 2, ну, 2-3%, да, то есть оно уже изначально повышено. Но ключевой момент, чтобы эти кредиты успели выдать до пассивной, чтобы техника оказалась в хозяйствах, да, чтобы можно было произвести вот эти работы. Но, насколько я знаю, то есть сегодня, завтра, до конца этой недели уже реестры должны попасть в наши банки и Министерство сельского хозяйства, и я думаю, что и правительство Российской Федерации понимает, и Министерство сельского хозяйства Кировской области, то есть каждый день мониторят ситуацию, и я думаю, что здесь как раз вот это так назовём поддержка агропромышленного комплекса, то есть здесь нельзя медлить, нужно давать кредиты, нужно эту технику привозить в хозяйство. Это касается не только вашего предприятия, это в целом касается, я так понимаю, да, по Кировской области и в стране. А есть вообще какие-то ещё возможности, например, ну, то есть вот если мы не говорим про вот эти кредиты, которые государство пообещало в качестве помощи? Какие возможности есть? Как вообще сельхозпроизводитель с банками работает? Есть сейчас, ну, нет, это лизинговые компании, да, то есть есть компания государственная Росагролизинг, единственное, что там не весь модельный ряд представлен в Росагролизинге, только избранные там. Ну, я думаю, что Росагролизинг на протяжении вот тоже уже нескольких лет даёт такие льготные условия сельхозтоваропроизводителям, как отсрочка первого платежа, то есть, допустим, они выдают это, да, подписывают данные обязательства, и уже первый платёж у сельхозпредприятия наступает только, например, там в сентябре, в октябре, спустя 6 месяцев, когда они могут всю посевную, да, то есть получить зерновые, продать эти зерновые и начать рассчитываться. Да, то есть поэтому лизинговые компании, ну, то есть они тоже сейчас находятся в состоянии переговоров, да, и мы работаем в том числе с лизингами. Ну, тогда я по-другому спрошу, вот этой линейки, которой есть, её достаточно или надо что-то ещё? Ну, вы знаете, сейчас уже сами 5% это будет достаточно тяжело для сельхозтоваропроизводителей, но мы понимаем, что пока это вот оперативное решение, с точки зрения стратегического нам бы сохранить и справиться с тем объёмом денег, которые мы, допустим, вот выделили на агропредприятия, да, то есть чтобы мы не дождались ситуации, когда мы эти деньги должны изъять, чтобы закрыть социальные обязательства, то есть тогда получится, что вот здесь мы не поддержим. Поэтому в рамках той информации, которая сейчас есть, то есть у нас заложены в бюджете деньги на поддержку агропредприятий, да, то есть льготные кредиты, пусть не по таким ставкам, как был расчёт, но всё-таки это льготные на фоне общей ситуации. На фоне 20% ставки финансирования, это очень даже льготные. Да, поэтому и на фоне того, что всё подорожает, да, то есть оно уже подорожало, и просто должно пройти, там, назовём, цикл, да, вот этого оборота денежных средств, когда, ну, я думаю, что сельхозпредприятия справятся. Ну вот смотрите, затратка растёт, получается, что всё-таки, ну, нам к чему готовиться, нам как к потребителям? Готовиться всё-таки к повышению цен? Насколько оно будет большим, резким? Ну, я думаю, что оно будет... Я не права, спрашивают в целом, что это поселок отрасли. Нет, я в целом, но уже в настоящий момент, так как мы являемся, мы закупаем, да, то есть я вам могу сказать, что с прошлого понедельника цены подорожали уже там от 10 до 50%, да, то есть если говорить про ветеринарные препараты, с которыми мы сталкиваемся, то есть там как раз большой рост. Соответственно, мы, я думаю, что будем наблюдать рост цен и на лекарственные препараты, да, то есть... Для животных, например. Да-да-да. Вот, поэтому рост цен будет, однозначно, он уже прошёл. Вопрос сейчас, ну, сейчас нужно ждать. Нужно ждать и смотреть на какой, вот в связи со всей этой внешней ситуацией, на каких планках остановятся доллары и евро. Они всё равно остановятся там на 115, на 100 рублях, на 90 рублях. То есть они всё равно где-то, как бы, да, будут, и тогда можно будет принимать решение. Сейчас очень сложно спрогнозировать, дойдёт он до 200 рублей. Значит, будет к этим 40% ещё 40% удорожания. Да, хотелось бы, конечно, чтобы как-то остановилось это всё. Тем более, что вот, ну, с этого я начала, не очень понятна вообще сейчас ситуация с рынком труда, да, с кадровым рынком, в том числе в Кировской области, потому что мы видим как раз вот эти заявления о том, что закрывается одно, уходит из России там другое, третье, четвёртое, и понимаешь, что какая-то часть людей, кировчан, всё равно останется без работы. Вот наши кировские предприятия, сельхозпредприятия, им есть, ну, собственно, что предложить соискателям, если вдруг окажется так, что большое количество кировчан останется там вне вот рынка труда? Ну, знаете, как наша жизнь разделилась на до и после, да? И если взять до вот геополитической ситуации, вообще рынок в сельхозпредприятиях, кадровый рынок, он испытывал очень серьёзный голод в кадрах. Сейчас ситуация, так как времени прошло ещё немного, она не изменилась. То есть в сельхозпредприятиях... Ещё не побежали толпами, да? Да, ещё, то есть рабочие люди нужны, да? То есть нужны люди и специалисты, нужны люди по работе с животными и так далее. То есть в сельхозпредприятиях очень много вакансий, которые не были закрыты. Но ведь это нужно профильное образование, наверное. Но есть, видите, опять же, профильное образование. У нас сейчас есть и, допустим, институт агропромышленного комплекса, да? То есть где можно достаточно не в длинные сроки, да, то есть получить это образование. Вопрос, захотят ли люди прийти в сельхозпредприятия работать, да? То есть это отдельная история. И вот, допустим, тоже я здесь, когда думала над этим вопросом, у нас же очень много педагогов, кто ушли из школ, да, то есть из институтов, из профобразования. То есть ушли как раз в коммерческие структуры. И в то же время мы испытываем, мы понимаем по детям, по тому, как они учатся, что у нас есть дефицит кадров в школах, в детских садах. Поэтому, как бы, действительно кому-то придется, ну, принимать сложные решения. И вот здесь как раз, ну, понадобится поддержка, поддержка власти, да, поддержка от государства, потому что люди могут остаться без работы, да? То есть у этих людей есть дети, у этих людей, возможно, есть кредиты, ипотеки. И вот здесь, конечно, нужно... Жилые родители, которым нужны лекарства, которые подорожали из-за падения рубля. В общем, вот такая цепочка длинная получается, да? Да, поэтому я считаю, что, ну, для этого и будут как раз и уже вот программы рассматриваться, да, как поддержать население. А в Кирове вообще на самом деле витриально, наверное, организовать, ну, некий, не знаю, там, комплексный центр очень быстро по переквалификации кого-то. Ну, вот если это не супер-мега-квалифицированная специальность, если мы про сельское, например, хозяйство говорим, да, и человек готов переучиться за, там, не знаю, 2-3-4 месяца, то можно ведь, наверное, как-то это организовать? Ну, я еще раз повторюсь, что на базе института агропромышленного комплекса такое есть, да, как бы, и все равно, я считаю, что они достаточно следят за рынком труда, да. Просто вопрос, сколько туда пойдет, хватит ли им там мест для студентов потенциальных. Да, Татьяна Ердякова, в нашей студии депутат Законодательного собрания Кировской области, заместитель директора компании «Вятушка Агро» и руководитель дилерского центра «Ростельмаш». Мы продолжаем, мы говорили про ситуацию в сельском хозяйстве, про продовольственную безопасность, о мерах начали говорить в поддержке. Вот, кстати, наверное, о них мы сейчас начнем, потом пойдем на небольшой рекламный перерыв, вернемся и продолжим уже по городским таким, кировским нашим региональным темам. Я знаю, что есть некий пакет, который от «Справедливой России», я так понимаю, на федеральном уровне, да, он прописан и, не знаю, передан, не передан он уже куда-то там в правительство или в Государственную Думу, о тех мерах поддержки, которые необходимы. Ну, вот то, что мы с вами проговорили про кредиты, да, еще про что-то, про поддержку рынка труда, это понятно. Что есть еще? Ну, сейчас, конечно, важно будет, ну, и президент, здесь уже у нас поддержка семей с детьми, это ключевое, все равно дети наши будущие, поэтому мы должны поддержать семьи, которые окажутся в трудной ситуации. И президент Российской Федерации уже с 1 апреля объявил выплаты, что и, ну, полностью сходится и с предложениями «Справедливой России», да, за правду. Далее, конечно, нужны вот то, что мы касались пшеницы, да, то есть очень нужны государственные меры по урегулированию цен, по сдерживанию роста цен. Это очень важно сейчас сделать на государственном уровне, и тогда мы сможем, ну, справиться с этим ростом, и люди не окажутся без каких-то продуктов, без каких-то товаров первой необходимости. Именно с ростом или с ажиотажным спросом, потому что вот это немножко, наверное, разные вещи. Если мы говорим про ограничения, там, продажи сахара, пять пакетов в одни руки, это одно. А если производителям диктовать цену, помните, как было однажды с подсолнечным маслом? Да, и оно, и ведь, вы знаете, мы, в принципе, все советские времена у нас была строго установлена торговая наценка на товары первой необходимости. Поэтому вот как бы ни любила наша страна государственное регулирование цен, данная ситуация именно такова, что нужно принимать вот эти решительные меры и ограничивать, пусть, да, ограничивать торговую наценку на товары первой необходимости. То есть условно молоко, масло, хлеб, там, не знаю, мясо, может быть, какие-то еще изделия, чтобы это не стоило выше каких-то скольки. Да, и цены, и торговую наценку именно. Далее, вот тоже, на мой взгляд, что вот предлагает «Справедливая Россия» за правду, вопрос очень много обсуждался. Сейчас он частично введен, это прогрессивная шкала подоходного налога. Да, то есть, и, конечно, так как мы понимаем, что количество людей, которые могут остаться без работы, да, то есть, и, возможно, так как будет много на рынке труда людей, заработные оплаты могут пойти вниз. И, конечно, люди, которые будут там получать заработную оплату в пределах 20 тысяч, да, то есть их как мера поддержки нужно освобождать от уплаты подоходного налога, потому что они выйдут уже за черту бедности. А я где-то в начале февраля, в 20-х числах февраля где-то видела, да, вот эту информацию, потом опровергали, правда, ее. То есть сейчас у нас прогрессивная шкала, она только для тех, у кого очень высокий доход, они платят больше 15%. 15%. А тут предлагается сделать так, у кого там меньше определенной суммы не платишь вообще, у кого там чуть-чуть повыше платишь, по-моему, 10%, потом 13%, потом 15% и где-то там еще выше, по-моему. То есть вот, да, в данный момент данная вот как раз поддержка, да, то есть она будет играть существенную роль, конечно. А что будет с бюджетами тогда? Или бюджет не потеряет благодаря тому, что есть те, кто будет платить больше? Прогрессивная, да, так как она будет все-таки кто останется в доходах, да, то есть он заплатит в бюджет. Далее, и мы, вот допустим, говорили про малый и про средний бизнес, да, то есть все равно, причем несколько раз мы принимали бюджет в областном законодательном собрании, и наша как раз фракция предлагала не поднимать ни налог на имущество, да, не поднимать налоги по ставкам ОСН. Но, то есть причем там не было огромной суммы выпадающих доходов, да, то есть мы говорим, что малый и средний бизнес – это как раз занятость людей, да, то есть это как раз рабочие места. Да, и поэтому, ну, тогда мы услышаны не были, то есть все равно ставки были повышены, но вот я считаю, что для малого-среднего бизнеса, то есть налог на имущество, ну, то есть его нужно как меру поддержки, да, то есть убирать для того, чтобы бизнесмены смогли обеспечить рабочими местами население. Эта фракция ваша будет выходить с какой-то инициативой в Закцсобрание, пока не определено еще? То есть оно уже, то есть мы уже выходили с этой инициативой, это и это… Когда не прошла она, да, 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 это системный, да, 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 системный подход, то есть мы, ну, все время поднимаем эти вопросы, да, и… Ну, сейчас просто ситуация очень резко изменилась, и, вероятно, надо будет, может быть, даже что-то подумать, ну, не знаю, может, и правительство подумает со своей стороны. Татьяна Ердякова в нашей студии, я прошу прощения, нам надо убежать на рекламу, мы вернемся через полторы минуты. Программа «Особое мнение» в эфире, и мы продолжаем. Татьяна Ердякова в нашей студии, депутат Законодательного собрания Кировской области, фракции «Справедливая Россия за правду». Остановились мы на мерах поддержки для малого бизнеса, для малого и среднего, перечислили ряд из них, и есть еще какие-то, да, которые, вот, возможно, будут предложены? Ну, я бы тут чуть поправилась, мы говорили вообще о мерах поддержки как населения, так и малого и среднего бизнеса. Поэтому с точки зрения населения, как мы сказали, что если люди останутся без работы, и у них есть кредиты, ипотеки, то здесь, конечно, нужны, ну, так скажем, государственные меры и указания банковским системам, чтобы людям была оказана поддержка с амнистией кредитов, да, то есть, возможно, с переносом сроков платежей. То есть, вот, реструктуризация это называлось, я помню, да? Вот, поэтому я считаю, что в настоящий момент важна поддержка населения и бизнеса, но, ну, назовем, очень оперативная. Очень много мы говорим, но на самом деле мы очень долго запрягаем. То есть, ну, вот по ощущениям такое вот, ну, несколько есть, да, что как-то подтормаживают немножко наши региональные власти, да, в принципе, и федеральные тоже как-то не сказать, что особо активно, да, говорят, что мы будем вот это вот, только вот эти детские пособия, которые мы видели, ну, и меры, которые были заявлены по поддержке бизнеса непосредственно. Ладно, но в таком случае, может быть, региону нашему от чего-то отказаться, я не знаю, или как-то пересмотреть, ведь вот бюджет недавно же у нас, да, насколько помню, обсуждали, может быть, что-то пересмотреть стоит, я не знаю, помню, там был крупный инфраструктурный кредит, и тогда уже спрашивали, а надо ли вот на это и на это, а может быть, на это и на это, когда уже началась ситуация развиваться вот в ту сторону, которую мы сейчас, да, все видим, уже говорили о том, что можно вообще кубышку запрятать там, да, и потом расходовать в качестве, ну, НЗ, что называется. Ну, вот данное мнение, на мой взгляд, совсем, ну, очень несправедливо было подвергнуто такой серьезной критике, да, хотя вот заседание последнее было 25 февраля, то есть 25 февраля, да, то есть мы уже понимали, что происходит что-то, да, то есть и когда Дмитрий Русских, да, то есть руководитель нашей фракции как раз говорил про, там, скажем, кубышку, да, то есть он как раз ведь на комитете, на бюджетном, мы разговаривали и с министром финансов, с Маковегевой Ларисой Александровной, и она тоже подтвердила, что, да, от Российской Федерации было дано указание, что нужно, ну, так скажем, поберечь средства, да, то есть критика была в сторону, что мы против вложить это в экономику, да, региона, и... Но, вы знаете, вот я, так скажем, назовем полгода, да, работаю, работаю, тружусь в качестве депутата на общественных началах, да, не на постоянной основе, но я вам могу сказать, вот четко заявить, что с момента выделения денег из бюджета до момента, когда эти деньги попадают в экономику области, проходят, проходят года, проходят года, потому что даже на примере, и это связано и с тем, что у нас очень нарушена ответственность лиц, кто отвечает за тот или иной проект, да, то есть вот приведу пример очень быстро, по поводу ремонта крыши в общежитии. Проект на документацию сделано в 2019 году, то есть это уже два года назад. Деньги были выделены в 2020 году, не освоены в 2020, не освоены в 2021 году, сейчас они выделены в 2022 году. А сумма все та же? Нет, сумма, даже сумма увеличилась, но в рамках сметной стоимости никто не заявляется на тендер. И поэтому, когда мы говорим, что нельзя использовать деньги в экономике, их нельзя, они выделены, но ремонт крыши так и не произошел. Поэтому с момента выделения денег до, когда они попали в заработную плату строителям, там, да, и так далее, проходят года. К сожалению, к сожалению, это так. На чем сэкономить, вот если мы говорим про недавние решения, на чем можно сэкономить? Автобусы, я помню, там, да, у нас была история. Ну, вообще, вообще сейчас, да, вообще сейчас вот этот вот бюджетный кредит, конечно, то есть наша фракция была инициатором по тому, чтобы собрать в ней очередное пленарное заседание, да, депутатского корпуса для того, чтобы, ну, как раз обсудить, что можно сделать. Возможно, те решения, которые мы приняли 25-го числа, их нужно отыграть назад. И, конечно, вот этот бюджетный кредит, который по инфраструктуре Шубина-Ганина, но я поясню, какой момент, в приказе Министерства строительства, где принят данный инфраструктурный проект для Кировской области в размере 2 миллиарда рублей, там инфраструктуры Шубина-Ганина нет. Там есть миллиард на мусоросортировочный завод и миллиард на покупку автобусов. Конечно, покупать автобусы надо, но в данный момент нужно посмотреть, нужно ли это делать прямо сейчас, потому что даже... Когда рубль летит вниз. Да, даже на примере, вот, допустим, бизнеса Кировского молочного комбината, да, там Вятушки Агра, то есть у нас есть ряд проектов, которые мы приостановили до тех пор, пока не станет понятна ситуация с рублем, с евро, с долларом, да, сколько это будет стоить, сколько мы потратим. Когда все остановится, как вы говорите, да, не будет такой волатильности. Вот, а строить мусоросортировочный завод надо, и мы высказывались, да, то есть вообще я, еще раз повторю, что я за то, чтобы мы развивали свои производства, чтобы мы строили заводы, чтобы мы строили комбинаты, чтобы мы строили, ну, вообще поддерживали промышленность, нашу промышленность. Это очень важно, чтобы слово импортозамещение, ну, не было просто таким красивым. Да, красивым и на бумаге, чтобы оно физически происходило. Татьяна Леонидовна, еще одна тема, которую мы с вами, наверное, успеем обсудить, это история с пригородами, скажем так, да, областного центра. Жители поселка Сосновый обратились к вам с жалобами на транспортную доступность, на самом деле транспортную недоступность. Если я верно понимаю, Сосновый, это вот район Костино, да, то есть фактически это, ну, практически Киров, можно сказать, да, а люди не могут попасть ни на работу, ни в школу, дети там ходят пешком 5 километров. Я помню, мы брали эту историю с Лубягино, там тоже этот Лубягинский куст, где дети 7 километров ходили по полям в школу. И у людей, я так понимаю, что просьба, чтобы как-то им либо автобус какой-то туда отправили, да, либо еще что-то сделали, либо там количество машин на маршруте увеличили, чтобы не приходилось долго ждать. Да, там есть просьба продлить 129 маршрут, но пока, к моему сожалению, данный вопрос затормозили. Почему? Потому что мы писали несколько обращений и в администрацию города, и даже был сделан выезд транспортной комиссии по замеру пассажиропотока. Но это произошло тогда, когда у нас был всплеск заболеваемости, и, что удивительно, в тот день не было пробки даже у дымки. То есть у ледового катка дымки, что было совершенно, да, совершенно не, так скажем, не по-настоящему, да, что не происходит каждый день. Все, кто живет в той стороне, Бахта, Русская, все прекрасно понимают, о чем мы говорим. Поэтому сейчас мы данный вопрос держим на контроле, как только восстановится, так скажем, здоровье населения, да, и снова будут пробки, мы снова будем обращаться в администрацию города. Но по транспортной доступности мне бы хотелось как раз обозначить несколько. От того, что мы купим автобусы и направим даже дополнительные единицы, если есть места, где автобусы стоят в пробках, мы не решим вопрос транспортной доступности. Это, ну вот, в частности, мы сказали, где каток дымка, да, и как здесь на комиссии по транспорту, да, то есть сказали, то есть там, как они, бутылочные горлышки, да, и у нас их очень много. Вы знаете, я здесь изучала вопросы, в частности, там же опять у катка дымки, где организовано строительство школы, я специально посмотрела информацию, последний подземный переход мы вообще построили в городе в 2011 году, то есть 10 лет назад. А это тоже как один из оперативных моментов, который бы позволил эту транспортную доступность приблизить. То есть это сокращение количества светофоров, да, то есть где машины накапливаются и не могут проехать. И вот несмотря на строительство школы о подземном переходе, никто не думает, и мы понимаем, что как только школа будет запущена, то есть там будет, ну, еще сложнее транспортная ситуация, то есть она и сейчас-то, они, там, если ты в полседьмого не выехал на работу, то ты к восьми уже не успел, то есть ни в одну часть города. Такая же ситуация в Нововятске с переездом тоже. Можно еще 10 автобусов туда направить, но если проблема есть, транспортного, вот вообще развитие дорожного фонда, да, здесь у нас не просто ремонтные работы, а именно развитие дорожного фонда, конечно, это нужно делать в рамках градостроительного плана города. Спасибо. Татьяна Рудякова в нашей студии была депутат Законодательного собрания Кировской области, фракция «Справедливая Россия за правду», заместитель директора компании «Вятушка Агро» и руководитель дилетского центра «Ростельмаш». Напоминаю слушателям, что наша программа будет вложена на сайте эхакирова.ру, там можно будет ее послушать, переслушать. Мы в первой части программы говорили о продовольственной безопасности, мне кажется, это всем будет интересно в наши нынешние времена. Спасибо и до свидания, до новых встреч. До свидания, до новых встреч.